Кто сказал, что школа это грустно и скучно? В Казанском федеральном с этим категорически не согласны. Решили доказать на деле, что учиться можно с улыбкой на лице, а науку сочетать с развлечениями. Как ломаются стереотипы, смогли увидеть участники первой школы молодых нефтяников. За два дня молодые нефтяники со всей России и не только действительно успели многое. Это и жаркие научные дискуссии, и лекции от ведущих ученых, и встречи с потенциальными работодателями, экскурсии по музеям и лабораториям, и, конечно же, интеллектуальные игры. От таких школьных будней пришли в восторг даже самые требовательные ученики. Знаете, на самом деле, мне всегда радует приходить в Казанский федеральный университет. Каждый раз, когда я захожу, я вижу чистое помещение, красивые залы, все в лабораториях, где стоят новейшие компьютеры, 3D, принтеры, сканеры. На самом деле, меня безумно радует приходить в этот вуз и видеть то, что он растет, прогрессирует, развивается. Много есть на что посмотреть, и недостаточно двух дней, чтобы все охватить. Поэтому, надеюсь, еще приехать в следующий раз и более глубже познакомиться, и узнать больше нового. Мне очень понравилось, и данная школа показывает, какой великий университет, можно сказать, даже для России. Я так не знал об этом, на самом деле. Хорошая экскурсия. Нам показали очень много лабораторий, рассказали о жизни этого университета, о самом городе мы очень много узнали. И вот так как в нашем университете, к сожалению, нет магистратуры, у нас только бакалавриат идет. И вот мы подумываем на магистратуру как раз, возможно, в этот университет. Дипломы и ценные подарки еще долго будут напоминать участникам о первой школе молодых нефтяников. Но организаторы обещают, жить одними воспоминаниями долго не придется. Уже через год школа снова откроет свои двери для молодых ученых со всех уголков мира. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова